Олимпиады Олимпиады Ну и сегодня цель нашего методического вебинара разобрать с вами вопросы, задания заключительного этапа для того, чтобы вы успешно к нему подготовились Итак, наш вебинар сегодня будет построен по следующему плану Сначала мы разберем с вами основные вопросы организации заключительного этапа Олимпиады Затем мы с вами разберем демо-версию заданий с которой, надеюсь, вы уже ознакомились на сайте Олимпиады Поговорим о системе оценивания заданий Ну и, наконец, в конце нашей встречи я отвечу на те вопросы, которые у вас возникнут Вы можете задавать свои вопросы по ходу того, как я буду рассказывать записывая их в чате Ну или в конце моего вебинара и вы сможете, соответственно, устно их задать Кому как удобно Итак, начнем с вопросов, касающихся организации заключительного этапа Олимпиады Ну, во-первых, надо сказать о том, что Олимпиада у нас пройдет в очном формате Определены даты проведения вебинара Это будет 8 апреля Олимпиада у нас начнется в 10 часов утра по московскому времени Обращаю ваше внимание, что время указано именно московское Это связано с тем, что у нас с вами соревнования пройдут на трех площадках в разных регионах, в разных часовых поясах Соответственно, для того, чтобы соблюсти принцип территориального равенства Мы назначили вот такое единое премия Московское 10.00 Площадками наших соревнований будут Санкт-Петербургский политехнический университет Самарский национальный исследовательский университет И Томский политехнический университет Ну, каждый из вас выбрал ту площадку На которой вы будете проходить заключительный этап Олимпиады Продолжительность заключительного этапа нашей Олимпиады составляет 4 часа За это время вам предстоит выполнить 6 заданий которые будут включены в ваш вариант И задания у нас все участники выполняют на компьютере в режиме реального времени В соответствии с такими общими принципами организации Я бы хотела обратить ваше внимание И дать вам совет Ознакомиться до начала Олимпиады с регламентом заключительного этапа Который размещен на сайте Олимпиады В разделе нашего направления подготовки Изучить там спецификацию заключительного этапа Олимпиады Обращаю ваше внимание, что спецификация находится в едином файле с демо-версией задания Ну и, соответственно, проработать саму демо-версию задания Во время Олимпиады Обращаю ваше внимание на то, что все участники Должны иметь документы, удостоверяющие личность Чтобы мы могли проверить, кто у нас пришел на Олимпиаду Каждый участник будет обеспечен персональным компьютером с выходом в интернет Почему мы решили именно сделать Олимпиаду? С работой на компьютере, потому что наши задания Они требуют пользования рядом нормативных документов Которыми вы можете ознакомиться в спецификации к демо-версии Олимпиады Соответственно, такими документами являются, например, ВОЗД Технические регламенты Таможенного союза Сборники технологических нормативов Справочники химического состава пищевых продуктов Этими документами вы в процессе выполнения заданий Сможете пользоваться И, соответственно, чтобы вам был предоставлен доступ к ним Вам нужно иметь компьютер Поэтому мы все задания будем выполнять на компьютере Вам будет предоставлен бланк задания В электронном виде, который вы в электронном виде будете заполнять Значит, во время Олимпиады вы можете с собой взять на рабочее место Питьевую воду, шоколад, кому нужны очки Могут быть у вас канцелярские принадлежности Мы вам выдадим бумагу для черновиков Кому это требуется Ну, потому что кто-то, может быть, там хочет Что-то на бумаге Какие-то там расчеты произвести Какие-то там что-то нарисовать Построить, прежде чем делать это, например, на компьютере Поэтому это допускается Пользование Обязательно Отключить Что там у нас пробивается Выключите микрофончик Значит, также дополнительно Вы можете пользоваться калькулятором Если он вам требуется Тоже вы можете с собой взять обычный калькулятор Хотя, в принципе, у вас калькулятор будет на компьютере Ну, если кому-то проще, можете его с собой брать Значит, это что касается таких организационных моментов Теперь мы перейдем с вами к разбору демо-версии задания Олимпиады Как я уже сказала Само задание Олимпиады будет включать в себя 6 заданий И обращаю ваше внимание, что все эти задания Они между собой взаимосвязаны и объединены единой темой То есть, по сути, в ходе выполнения задания Вам необходимо будет Если в двух словах обобщить То разработать концепцию и организационно-технологическую часть Проекта конкурентоспособного предприятия питания Какие же задания у нас будут включены в нашу Олимпиаду? Ну, первое задание будет посвящено разработке концепции Доготовочного специализированного предприятия питания Которое ориентируется на выпуск какой-то однородной кулинарной продукции Исходными данными для выполнения этого задания У вас будут являться место расположения предприятия И площадь помещения То есть, исходя из этих исходных данных Вы должны будете разработать концепцию предприятия Соответственно, следующим заданием Под эту концепцию вы должны будете составить меню Этого предприятия питания Здесь представлены составляющие меню Это обязательно должны быть наименования блюд Это должны быть выходы блюд и цены В основной ассортиментной группе должно быть от 6 до 8 наименований блюд То есть, слишком раздутое меню делать не нужно Также есть требования по количеству ассортиментных групп От 3 до 6 То есть, вот в этих пределах вы должны разработать количество ассортиментных групп Например, холодные закуски, горячие блюда, напитки, допустим Но это все будет зависеть от концепции вашего предприятия Вот его типа Далее на основании меню вы разрабатываете оперативный план работы предприятия Который включает производственную программу и планово-расчетное меню Вам будут представлены формы таблиц По которым вы должны будете представить производственную программу и планово-расчетное меню Далее из основного ассортимента продукции В четвертом задании вы должны будете выбрать наиболее характерное блюдо Ну это может быть фирменное, например, блюдо вашего предприятия И составить на него технологическую карту То есть мы должны будем проверить ваше умение пользоваться и разрабатывать технологическую документацию Понятно, что для разработки технологической карты вам потребуется, например, сборник рецептур Вам потребуется, может быть, справочник химического состава пищевых продуктов Поэтому на этом этапе как раз вы можете воспользоваться справочными материалами из интернета Которые у вас указаны в спецификации дымоверсии задания Обращаю ваше внимание, что в этом задании нужно будет рассчитать также пищевую ценность блюда На которой вы разрабатываете технологическую карту И обращаю ваше внимание, что расчет необходимо представить То есть не просто указать конкретные цифры Там получилось у вас 10 грамм белков, 15 грамм жиров, 30 грамм углеводов А вы должны показать, как вы эти значения получили То есть ваши расчеты, они тоже будут оцениваться Далее вы должны будете определить виды тех полуфабрикатов Которые вам необходимы для производства кулинарной продукции В вашем доготовочном предприятии разрабатываемом И разработать карту организации рабочих мест То есть какие рабочие места у вас будут в соответствии с вашим технологическим процессом Какое оборудование вы на этих рабочих местах предусматриваете То есть это тоже у вас отдельное вот такое задание Ну и наконец заключительное задание вашей работы Будет заключаться в расчете планируемого годового объема товара оборота вашего предприятия Тоже будет задана форма таблицы, в которой вы должны будете произвести этот расчет Вот таким образом у вас сформируется такое единое, скажем так, решение определенного кейса С заданными условиями, которые были определены в его начале В соответствии с нашим заданием хотел обратить внимание на то, как оно будет оцениваться Система оценивания у нас предусматривает стубальную оценку При этом каждое задание у нас оцениваться может от 10 до 20 баллов Ну вот вы видели на предыдущем слайде, я вам показала, да В последней колоночке у нас указано, какое количество баллов может быть присуждено за выполнение каждого из заданий То есть какие-то из них более, какие-то менее трудоемкие Поэтому соответствующие баллы могут быть выставлены Но это опять-таки подчеркиваю максимальные баллы, которые вы можете получить за то или иное задание Если у вас задание, например, решено частично, имеются какие-то ошибки в расчетах Или просто не полностью оно представлено То в этом случае количество баллов за задание может быть снижено И может быть оценено в среднем от 25 до 75% От того максимального количества, которое предусмотрено за выполнение этого задания Хочу обратить ваше внимание на основополагающие критерии оценивания задания Ну, первый из критериев – это полнота представления материалов То есть то, насколько вы полно ответили, скажем так, на поставленное задание Второе – это наличие и правильность расчетов То есть те задания, которые требуют расчетов Вы должны представить расчет, представить результаты Для того, чтобы комиссия смогла оценить, насколько вы правильно владеете методикой расчета Если будут просто цифры без расчетов Ну, как я вам привела пример, да, при расчете, например, пищевой ценности То мы не можем оценить правильность вашего расчета Только по готовым цифрам Поэтому мы должны видеть сам расчет Насколько вы правильно умеете пользоваться формулами Например, при расчете производственной программы предприятия питания Следующий критерий – это креативный подход То есть в основном этот креативный подход, конечно, мы оцениваем на этапе выполнения первого задания Где вы разрабатываете концепцию своего предприятия питания Оценивается на то, насколько реализуются вообще представленные важными решениями То есть если это какая-то заоблачная концепция, которую реально реализовать невозможно В нынешних, например, условиях, то, конечно, высоко мы оценить такую работу не можем Поэтому здесь вы тоже должны понимать современные тренды развития индустрии питания Что сейчас востребовано, какие направления веяния существуют То есть для того, чтобы разработать действительно актуальный, востребованный продукт Ну и, наконец, последний такой важный критерий – это грамотность Грамотное использование профессиональной терминологии Умение выражать свои мысли четко, по существу Да, и, соответственно, вы, будущие специалисты, профессионалы с высшим образованием Должны, конечно, грамотно владеть устной и письменной речью Но устную речь мы оценить не можем, мы можем оценить письменную речь Поэтому, соответственно, вот это мы тоже будем оценивать То, как вы грамотно умеете излагать свои мысли Вот, наверное, основные такие моменты, касающиеся критерий оценивания Олимпиады Советую вам внимательно знакомиться с критериями оценивания заданий Внимательно читать сами задания, их формулировку Ну и лишней, как бы, информации представлять в выполнении задания не нужно Оно должно, как бы, быть выполнено четко в соответствии с теми вопросами поставленными Которые у вас указаны Потому что лишняя представленная информация, она оцениваться все равно не будет А вы просто потеряете на это время Поэтому надеюсь, что правильно вы вникнете в задания Советую вам заранее их все проработать Для того, чтобы уже уверенно себя чувствовать на заключительном этапе Олимпиады Когда вы придете к нам и будете выполнять соответствующие задания На этом, наверное, основные моменты, которые я вам хотела рассказать, я закончу Теперь я готова ответить на ваши вопросы, если у вас они возникли Ну и, соответственно, обсудить те моменты, которые вас интересуют Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы Значит, у вас вопрос стоял, можно ли приносить материал с собой, включая те, которые указаны в демо-версии С собой приносить ничего нельзя Вы можете пользоваться электронными версиями тех документов, которые указаны в демо-версии То есть у вас доступ будет к интернету Вы можете открыть любой там нормативный документ в интернете С собой в бумажном, на бумажном носителе приносить ничего нельзя Надеюсь, я на вопрос ответила В интернете можете искать то, что вам удобно Что вы хотите Нет, в составлении меню вопрос стоит Составление меню только по сборнику рецептур Нет, меню вы, естественно, составляете не только по сборнику рецептур Вы можете брать абсолютно любые блюда Сборник рецептур вам нужен в помощь для того, чтобы, может быть, сориентироваться Там в определенной группе блюд посмотреть Например, при составлении технологической документации Нормы отходов и потерь То есть вот с этой точки зрения Это не значит, что у вас меню должно быть выстроено по сборнику рецептур Так, сейчас вернемся, какие у нас тут еще вопросы есть Так, ранее сообщалось, что есть возможность прислать письмо-приглашение на финал для участников Когда они будут высланы Но, к сожалению, на этот вопрос я ответить вам не смогу Я думаю, что этот вопрос вы должны задать организаторам Олимпиады У нас на сайте Олимпиады В нашем направлении подготовки индустрии питания Есть контакты ответственного лица за проведение Олимпиады Это дробчик Виталий Викторович Там его контакты написаны, его электронная почта Пожалуйста, свяжитесь с ним по этой электронной почте И я думаю, что вам подготовят запрашиваемые письма Так, вопрос следующий Расчет товарооборота мы должны осуществлять по сырью Но товарооборот вообще-то осуществляется не по сырью А товарооборот осуществляется по объему реализуемой продукции То есть речь идет об объеме готовой продукции, которую вы реализуете В соответствии с вашей производственной программой, вашим планово-расчетным меню Следующий вопрос Для каких цехов разрабатывать карту организации рабочих мест? Для всех тех, которые у вас будут запланированы в вашем предприятии Следующий вопрос Если выделяют жилье, то это рядом с местом проведения? Я так поняла, это вопрос касается иногородних студентов Которые приезжают к нам из других регионов В Санкт-Петербургский политехнический университет Значит, жилье вам будет предоставлено Но оно будет предоставлено в гостинице Не рядом с местом проведения То есть добираться вам нужно будет на метро То есть это не рядом Можно ли сборники принести на флешки? Нет, флешки никакие вы с собой не приносите Соответственно, сборники на флешки принести нельзя Вопрос следующий Просто ТК предполагает, что блюдо из сборника Поэтому противоречия возникают Значит, давайте определимся Технологическую карту, да, мы просим вас составить Вы можете ее составлять на любое блюдо Совсем не обязательно из сборника рецептур Вы можете составить технологическую карту На свое фирменное блюдо, которое вы берете Я понимаю, что чисто документально И юридически мы на новые фирменные блюда Должны составлять технико-технологическую карту Но чтобы не усложнять вам задание Мы решили ограничиться технологической картой В задании Олимпиады Поэтому, соответственно, вы можете составлять Технологическую карту на любое свое фирменное, например, блюдо Следующий вопрос Нужно ли будет сделать схему чертеж предприятия В самой работе? Нет, никаких схем, чертежей делать не нужно Этого в задании нет Следующий вопрос В задании будет дана общая площадь или площадь зала? Я вам не могу сказать, что будет дано в задании У вас в демоверсии написано, что будет дана площадь Поэтому ответ на этот вопрос я вам не могу озвучить Это как раз и есть, скажем так, условия задания Которые будут на самой Олимпиаде Следующий вопрос Кто-нибудь собирается в гостинице тусить? Но это вопрос не ко мне А к тем, кто тут у вас в чате еще есть Так, и следующий вопрос У нас концепция на финале так и останется для доготовочного предприятия? Или может измениться? Нет, у вас останется доготовочное предприятие Следующий вопрос Тип предприятия остается таким же, как в демоверсии? Тип предприятия у нас в демоверсии не указан У нас в демоверсии указан только тип производственно-технологической деятельности Что это будет доготовочное предприятие Сам тип, что это у вас будет за предприятие Столовая, ресторан, кафе Я не знаю, предприятие быстрого обслуживания Этого в задании нет Демоверсии этого нет Подробности про гостиницу будут в письме приглашения Или как на нее претендовать? Ну, если вы запрос на письмо приглашения сделаете То, наверное, вам будут Но вообще вам организаторы должны сделать рассылку по поводу гостиницы Наши организаторы от университета обещали сделать рассылку по поводу гостиниц Так что ждите, вам придет Если не придет рассылка в ближайшие дни Тогда, как я вам уже сказала Связывайтесь по электронной почте с нашим ответственным лицом от университета Он указан на сайте Олимпиады Так, ну что, я вижу, что вопросы у нас Так, еще вопросы появились Так, будут ли общие списки допущены к заключительному этапу? Такие списки, они не публикуются Вам зачем информация о общих списках допущенных? Вы знаете о том, допущены вы или нет? Другой информации вам не нужно знать Так, ну вот тут спрашивают ребят Ребята говорят о том, что им звонили и спрашивали По телефону нужна ли гостиница Ну, значит, скорее всего, тех, кому еще там не звонили И ногородным ребятам Либо обзвонят в ближайшее время Тогда ждите звонков И либо, соответственно, пришлют вам информацию по электронной почте Ну, или по тем контактам, которые вы оставляли Так, еще какие-то вопросы будут? Или мы заканчиваем? Больше вопросов нет, да? Ну, тогда, если вопросов нет То благодарю всех за участие Желаю вам успешной подготовки К заключительному этапу Олимпиады Ну и, конечно, успешного прохождения Заключительного этапа Олимпиады И получения достойных наград Всего вам доброго!